Всем привет! Сегодня будем заправлять CE410A такой аналог 530 кассеты. В принципе ничего сложного здесь тоже нету. Обычно я начинаю с бункера отработки его чистим. Сначала все детальки чистим. Начинаю с ПЦР. Тщательно ее очищаю от мусора от каких-либо жирных пятен. Надо, чтобы она была чистенькая, красивенькая, без каких-либо дефектов. Если есть дефекты, ПЦР меняем, потому что она влияет на отпечатку. Бункера чистим либо пылесосом, либо на станции. Кому как угодно. Мы все почистили. Все собираем на место. Смазываем обязательно места. Вставляем новый ОПЦ. Обязательно смазываем его тоже, чтобы он скользил. Я люблю это делать обычным тонером. Кто-то любит так тальком делать, но каждому свое. Все откладываем в сторонку. Начинаем с заправки. Все аккуратно чистим. Убираем. Чистим салфеточкой сначала. Потом тряпочкой. Можно сразу тряпочкой. Мне просто удобно снять салфеткой мусор. Первый. И потом тряпочкой. Тоже смотрим на повреждения. Есть ли какие-то точки или царапины, или рваности. У меня нету. Проверяем лезвие на дистанциях. Есть или нету сдвигера. У меня сдвигер нету. Все по стандарту. Если у вас нету такого дистанциях. Можно замерить сколько между лезвием и корпусом. Сделать такой маленький себе дистанциях. Если вы снимаете лезвие в принципе. Если вы не снимаете лезвие, то дистанциях не нужен. Но опять же тут много всяких нюансов есть. Под каждый тонер идет свое расстояние. Свой дистанцир. У меня под свой, под мой тонер есть мой дистанцир конкретный. Чтобы он подавал мне столько тонера сколько надо. Но у меня он ближе к оригинальному заводскому промежутку. Ну расстоянию между корпусом и лезвием. Поэтому я в принципе только проверяю иногда. Потому что я не знаю. Может быть картридж уже был заправлен. Может быть уже сдвиги были. Поэтому я скажем проверяю и выставляю. Чтобы потом не было проблем со распечаткой. Обычно я не снимаю лезвие. Я проверяю. Я очищу их уже на самом картридже. Мне так удобнее. Опять же каждому свое. Кто-то снимает, кто-то не снимает. Поэтому тут как бы уже дело. Тонера сюда помещается порядка 100 грамм. Ой. Да, 100 грамм. Нет, в руку. Не 100 грамм. В А-кассету помещается. Их вообще три как бы кассеты. Есть демо-кассета, которая идет с принтером. Есть А-кассета. Маленькая кассета. И есть Х-кассета. Так вот. В А-кассету помещается 80 грамм. В демо 50. А в большую 100 грамм. Конкретно у нас А-кассета. Поэтому мы можем усыпать 80 грамм. Они даже немножко отличаются по корпусу. Поэтому если у вас будут эти картриджи, то их можно поставить и посмотреть, как они выглядят. Ну, по демке сразу видно, что там полкорпуса не хватает. Их-кассета чуть-чуть. Чуть-чуть больше, чем моя кассета. Не слишком много, но там есть свое небольшое различие. В общем, проворачиваем, смотрим, нет ли каких-то тоже опять непонятных дефектов на девелопере. Тонер должен быть равномерный повсюду, если каких-то наплывов там. В принципе, собираем обратную последовательность. Чистим руки при этом. Обезжириваем. Прокручиваем вот так, чтобы оно свободно ездило. Сюда-сюда-обратно. Чтобы в итоге у вас при калибрации не застряло. Ну, в принципе, все. Чистим аккуратненько все загрязнения, которые оставили при заправке. Проверяем вот эту вот штучку. Она должна ходить свободно, не застревать. И все. Меняем чип. И вперед. Продолжение следует.